Когда в Вашингтоне только заговорили о санкциях против России и начали давить на европейцев, очень многие в нашей стране, и я в том числе, почему-то были уверены в крайне осторожной и разумной позиции канцлера ФРГ Ангела Меркель. Мол, политика политикой, а наносить удар самой себе экономике Германии и Евросоюза серьезными санкциями канцлер не будет. Наши прогнозы сбывались вплоть до середины лета 2014 года. Потом случилась трагедия с Боингом, аккурат за день до ключевого саммита лидеров Европы, где и поднимался вопрос о так называемых секторальных санкциях, и Меркель как будто подменили. Объяснение этому, на первый взгляд, лежало на поверхности, мол, поддалась всеобщему психозу. Такое в политике бывает сплошь и рядом. Но что-то здесь все-таки было не так, и Ваш покорный слуга начал копать. Вообще-то мне казалось, что я неплохо знаю историю, но то, что удалось выяснить в этот раз, меня поразило. Сейчас Вы поймете почему. Глава Министерства иностранных дел Польши Гжегор Схитына удивил весь мир своим заявлением, что концлагерь в Освенциме в 1945 году освободили не советские, а украинские войска. Накануне этого шокирующего высказывания Арсений Яценюк в эфире немецкого телеканала АРД заявил об агрессии СССР. Мы все еще хорошо помним советское вторжение на Украину и в Германию. Этого нужно избежать. И ни у кого нет права переписывать результаты Второй мировой войны. Вряд ли Яценюк до такой степени невежественен, чтобы обвинить СССР в нападении на нацистскую Германию. На сумасшедшего он тоже не похож. Речь размеренная, покачиваний из стороны в сторону нет, резких перепадов настроения тоже незаметно. Спич явно был спланирован. Видимо, уж больно хотелось премьер-министру Украины выслужиться. Причем не перед Германией, а перед Соединенными Штатами Америки, которые уже давно хотят переписать историю и выставить себя победителями во Второй мировой войне. Они поставили себе целью обеспечить себе мировое господство в условиях глобализирующегося мира. То есть, называя себя сверхнацией, Соединенные Штаты хотят получить еще и историческое подтверждение этому, мягко сказать, нелепому определению. А что Германия? Она молчит. И надо сказать, неспроста. С 1955 года возродившиеся германские вооруженные силы, Бундесвер, они с самого начала и по сей день прочно интегрированы в состав войск, подчиняющихся генеральному командованию НАТО, да, конкретно американскому командованию в Европе. Кроме этого, национальная экономика Германии прочно переплетена с американскими активами. Работу средств массовой информации тоже, как утверждает немецкий публицист Уду Ульфкотте, целиком и полностью контролирует Белый дом. Вот что журналист написал в своей книге о работе в газете «Франкфуртер Альгемани Цайтунг», в которой он трудился 17 лет. Издание «Как проститутка» обслуживало интересы организаций, которыми руководил Вашингтон. Среди них «Атлантический мост», трехсторонняя комиссия, «Германский фонд Маршала», «Американский совет по Германии», «Американская академия», «Институт Аспина» и многие другие. Судя по всему, единственная область в Германии, которой удалось сохранить независимость, это сельское хозяйство. Остальное, даже энергетика, не являются прерогативой Бундестага. Все находится в прямом или косвенном подчинении штатов. Промышленность в Германии разрушена, в экономике царил хаос, население голодало, а на территории находились десятки тысяч солдат армии союзников, в частности США. Еще недавно самое сильное государство планеты практически полностью лишилось суверенитета и вынуждено было подчиниться воле союзников. А те, в свою очередь, дабы сохранить такое положение вещей на годы вперед, судя по всему, обязали руководство ФРГ подписать один кабальный документ, так называемый «канцлер-акт». Впервые о существовании этого тайного документа написал в своей книге, изданной семь лет назад, генерал-майор в отставке, начальник военной контрразведки ФРГ Герт Гельмунд Камосса. В соответствии с условиями договора за союзными державами закреплялось также право на осуществление полного контроля за немецкими средствами массовой информации вплоть до 2099 года. К тому же договор предусматривал, что перед принятием присяги каждый вступающий в должность федеральный канцлер Германии по распоряжению союзников обязан подписывать так называемый «канцлерский акт». Кроме того, союзники наложили арест на золотой запас Федеративной Республики. По договору между союзниками, большая часть Германии как раз-таки входила в зону оккупации Америки. Это та территория, которая стала называться ФРГ, из чего, по сути, выросла современная Германия. И если верить фактам, изложенным, подчеркнем, не простым писателям, а руководителям военной контрразведки ФРГ, то Германии уже около 65 лет под игом штатов. Скажите, эта книга в оригинале, я так понимаю, да? Это оригинал, это знакомые купили ее в Вене и прислали. Эта книга, я так понимаю, что она была издана в Австрии? В Австрии, да. А почему? Как почему? Почему не в Германии? Ну, по той же самой причине. Человек берег себя. Многие журналисты после публикации этой сенсационной книги обратились к правительству Германии с просьбой подтвердить или опровергнуть факты, изложенные комоссой. Ответ был всегда один и тот же. Тайный государственный договор – это из области легенд. Такого договора попросту не существует. Поэтому короткий ответ на запрос звучит «нет». При этом никто из представителей официального Берлина на автора нашумевшего бестселлера в суд за клевету не подавал. Сам комосса вообще куда-то исчез. И до настоящего момента о его местонахождении неизвестно. Если человек решился раскрыть вопрос, на который наш журналист, который первый прочитал эту книгу, он ответил таким образом, отдаёт ли комосса себе отчёт о том, что его ожидает. Ну вот, куда делись следы комосса, не знаю. Ещё одним подтверждением существования тайного договора является письмо, составленное доктором Риккерманом из немецкой федеральной информационной службы в адрес министров. Уважаемый господин министр, копия номер 4 тайного государственного договора между военными союзниками и переходным правительством Западной Германии от 21 мая 1949 года утрачена. В случае попадания утерянной копии тайного государственного договора не в те руки, рекомендую отрицать его подлинность. Кстати, первый государственный визит, который нанесла Ангела Меркель, став главой правительства Германии, был именно в Штаты. То есть, если предположить, что канцлер-акт всё-таки существует, то многие вещи в поведении Меркель становятся объяснимыми. Она его соблюдает. Так, если судить по её отношениям, значит, к решениям Соединённых Штатов в отношении Украины, то она его соблюдает. Тогда понятно, почему фрау Меркель замяла и скандал с прослушкой АНБ. Узнав об этом, она не отменила визит президента США, а наоборот, встретила Обаму, образно выражаясь, с распростёртыми объятиями. Ладно, хоть не поблагодарила за то, что её подслушивали. Меркель, когда приехал Обама, делает вид, что всё прекрасно. Поспешили даже заверить, что с нашей стороны, конечно, не будет проволочек с подписанием трансатлантического договора о свободной торговле. И что это ещё за трансатлантический договор о свободной торговле? Они что, хотят, чтобы с нас снимали налоги прямо из Вашингтона? Хотят, чтобы наши патенты американцы крали напрямую? Хотят, чтобы генномодифицированное дерьмо от Монсанта беспрепятственно попадало на наши пашни? Будучи немцем, действительно испытываешь тошноту при виде этой раболепности, пресмыкательства или безения в эти летние месяцы. Политик Юрген Эльзесер в этом выступлении, обращаясь к Меркель, даже называл её американской канцлершей. Она в ответ промолчала, так же, как и после речи депутата левой партии Германии Цары Вагенкнех. И кто после ужасов Второй мировой войны всё ещё подумывает, фантазирует о реальной войне в центре Европы, я должна сказать, что он болен на голову, и его надо посадить за решётку. И не важно, как его звать, Обама, Размуссен или как там их ещё звать. И поэтому, госпожа Меркель, освободитесь наконец-то от этой зависимости от военной политики США и постарайтесь по возможности совместно с Францией сделать так, чтобы Европа отказалась от обострения конфликта. Стоит отметить, что какие-то публичные попытки выйти из-под крыла Вашингтона Меркель предпринимала. Как-то она даже выступила с заявлением, что США должны вернуть золотой запас Германии, хранящейся в американских банках, обратно. Однако США не пошли навстречу своему европейскому партнёру и свели тему на нет. Мало что она заявляет, да. Притом женщина, которая закончила, получила образование в Советском Союзе, в том же самом Донецке, она оттуда. Там кончала политехнический институт. Меркель? Конечно. В Донецке? Да, в Донецке. Которая сегодня бомбит. Ну, всё бывает в жизни. Она переменчивая, ничего постоянного нет. Госпожа Меркель сама по себе может особо и переменчивая, но глобально изменить, судя по всему, она ничего не может. И если всё дело в канцлер-акте и документ об утверждении кандидатуры канцлера Германии в Вашингтоне действительно существует, то весь 21 век Германия, согласно тайному соглашению, будет находиться во власти Соединённых Штатов. Так что, скажет Обама, Америка победила во Второй мировой войне, и Меркель, склонив голову, согласится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И как мелко ведут себя сейчас немцы, когда уже после Косово и бомбёжек Югославии, считая ещё одного насильного изменения послевоенного устройства Европы, в Крыму, наконец, соединились две части русского народа. Много веков жившие вместе. Соединились через мирный всенародный референдум. Кстати, в Германии такого в конце 80-х не проводили. Посчитали, что получение подавляющим большинством восточных немцев гражданства ФРГ и есть референдум. Но ведь и в Крыму за этот неполный год гражданство России абсолютно добровольно получило почти 100% населения. Кому что надо доказывать. Но что позволено союзникам США, то не позволено людям второго сорта. Так что ли, честно? Да пошли они все. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда в Вашингтоне только заговорили о санкциях против России и начали давить на европейцев, очень многие в нашей стране, и я в том числе, почему-то были уверены в крайне осторожной и разумной позиции канцлера ФРГ Ангела Меркель. Мол, политика политикой, а наносить удар самой себе экономике Германии и Евросоюза серьезными санкциями канцлер не будет. Наши прогнозы сбывались вплоть до середины лета 2014 года. Потом случилась трагедия с Боингом, аккурат за день до ключевого саммита лидеров Европы, где и поднимался вопрос о так называемых секторальных санкциях, и Меркель как будто подменили. Объяснение этому, на первый взгляд, лежало на поверхности, мол, поддалась всеобщему психозу. Такое в политике бывает сплошь и рядом. Но что-то здесь все-таки было не так, и Ваш покорный слуга начал копать. Вообще-то мне казалось, что я неплохо знаю историю, но то, что удалось выяснить в этот раз, меня поразило. Сейчас Вы поймете, почему. Глава Министерства иностранных дел Польши Гжегор Схитына удивил весь мир своим заявлением, что концлагерь в Освенциме в 1945 году освободили не советские, а украинские войска. Накануне этого шокирующего высказывания Арсений Яценюк в эфире немецкого телеканала АРД заявил об агрессии СССР. Мы все еще хорошо помним советское вторжение на Украину и в Германию. Этого нужно избежать. И ни у кого нет права переписывать результаты Второй мировой войны. Вряд ли Яценюк до такой степени невежественен, чтобы обвинить СССР в нападении на нацистскую Германию. На сумасшедшего он тоже не похож. Речь размеренная, покачиваний из стороны в сторону нет, резких перепадов настроения тоже незаметно. Спич явно был спланирован. Видимо, уж больно хотелось премьер-министру Украины выслушиться. Причем не перед Германией, а перед Соединенными Штатами Америки, солдат армии союзников, в частности США. Еще недавно самое сильное государство планеты практически полностью лишилось суверенитета и вынуждено было подчиниться воле союзников. А те, в свою очередь, дабы сохранить такое положение вещей на годы вперед, судя по всему, обязали руководство ФРГ подписать один кабальный документ, так называемый канцлер-акт. Впервые о существовании этого тайного документа написал в своей книге, изданной 7 лет назад, генерал-майор в отставке, начальник военной контрразведки ФРГ Герт Гельмунд Камосса. В соответствии с условиями договора за союзными державами закреплялось также право на осуществление полного контроля за немецкими средствами массовой информации вплоть до 2099 года. К тому же договор предусматривал, что перед принятием присяги каждый вступающий в должность федеральный канцлер Германии по распоряжению союзников обязан подписывать так называемый канцлерский акт. Кроме того, союзники наложили арест на золотой запас Федеративной Республики. По договору между союзниками большая часть Германии как раз-таки входила в зону оккупации Америки. Это та территория, которая стала называться ФРГ, из чего, по сути, выросла современная Германия. И если верить фактам, изложенным, подчеркнем, не простым писателям, а руководителям военной контрразведки ФРГ, то Германия уже около 65 лет под Игом Штатов. Скажите, эта книга в оригинале, я так понимаю, да? Это оригинал. А покажите. Знакомые купили ее в Вене и прислали. Эта книга, я так понимаю, что она была издана в Австрии? В Австрии, да. А почему? Как почему? Почему не в Германии? Ну, по той же самой причине. ...этирики, которые уже давно хотят переписать историю и выставить себя победителями во Второй мировой войне. Они поставили себе целью обеспечить себе мировое господство в условиях глобализирующегося мира. То есть, называя себя сверхнацией, Соединенные Штаты хотят получить еще и историческое подтверждение этому, мягко сказать, нелепому определению. А что Германия? Она молчит. И, надо сказать, неспроста. С 1955 года возродившиеся германские вооруженные силы, Бундесвер, они с самого начала и по сей день прочно интегрированы в состав войск, подчиняющихся генеральному командованию НАТО, да, конкретно американскому командованию в Европе. Кроме этого, национальная экономика Германии прочно переплетена с американскими активами. Работу средств массовой информации тоже, как утверждает немецкий публицист Удо Ульфкотте, целиком и полностью контролирует Белый дом. Вот что журналист написал в своей книге о работе в газете «Франкфуртер Альгемани Цайтунг», в которой он трудился 17 лет. Издание «Как проститутка» обслуживало интересы организаций, которыми руководил Вашингтон. Среди них Атлантический мост, трехсторонняя комиссия, Германский фонд Маршала, Американский совет по Германии, Американская академия, Институт Аспина и многие другие. Судя по всему, единственная область в Германии, которой удалось сохранить независимость, это сельское хозяйство. Остальное, даже энергетика, не являются прерогативой Бундестага. Все находится в прямом или косвенном подчинении штатов. Промышленность в Германии разрушена, в экономике царил хаос, население голодало, а на территории находились десятки тысяч... Человек берег себе. Многие журналисты после публикации этой сенсационной книги обратились к правительству Германии с просьбой подтвердить или опровергнуть факты, изложенные комоссой. Ответ был всегда один и тот же. Тайный государственный договор – это из области легенд. Такого договора попросту не существует. Поэтому короткий ответ на запрос звучит «нет». При этом никто из представителей официального Берлина на автора нашумевшего бестселлера в суд за клевету не подавал. Сам Камоса вообще куда-то исчез. И до настоящего момента о его местонахождении неизвестно. Если человек решился раскрыть вопрос, на который наш журналист, который первый прочитал эту книгу, он ответил таким образом, отдает ли Камоса себе отчет о том, что его ожидает. Ну вот, куда делись следы Камоса, не знаю. Еще одним подтверждением существования тайного договора является письмо, составленное доктором Риккерманом из немецкой федеральной информационной службы в адрес министров. «Уважаемый господин министр, копия номер 4 тайного государственного договора между военными союзниками и переходным правительством Западной Германии от 21 мая 1949 года утрачена. В случае попадания утерянной копии тайного государственного договора не в те руки, рекомендую отрицать его подлинность». Кстати, первый государственный визит, который нанесла Ангела Меркель, став главой правительства Германии, был именно в Штаты. То есть, если предположить, что канцлер-акт все-таки существует, то многие вещи в поведении Меркель становятся объяснимыми. «Она его соблюдает. Так, если судить по ее отношениям, значит, к решениям Соединенных Штатов в отношении Украины, то она его соблюдает». Тогда понятно, почему фрау Меркель замяла и скандал с прослушкой АНБ. Узнав об этом, она не отменила визит президента США, а наоборот, встретила Обаму, образно выражаясь, с распростертыми объятиями. Ладно, хоть не поблагодарила за то, что ее подслушивали. «Меркель, когда приехал Обама, делает вид, что все прекрасно. Поспешили даже заверить, что с нашей стороны, конечно, не будет проволочек с подписанием трансатлантического договора о свободной торговле. И что это еще за трансатлантический договор о свободной торговле? Они что, хотят, чтобы с нас снимали налоги прямо из Вашингтона? Хотят, чтобы наши патенты американцы крали напрямую? Хотят, чтобы генномодифицированное дерьмо от Монсанта беспрепятственно попадало на наши пашни? Будучи немцем, действительно испытываешь тошноту при виде этой раболепности, пресмыкательства или безения в эти летние месяцы». Политик Юрген Эльзесер в этом выступлении, обращаясь к Меркель, даже называл ее американской канцлершей. Она в ответ промолчала, так же, как и после речи депутата левой партии Германии Сары Вагенкниг. «И кто после ужасов Второй мировой войны все еще подумывает, фантазирует о реальной войне в центре Европы, я должна сказать, что он болен на голову, и его надо посадить за решетку. И не важно, как его звать, Обама, Размусен или как там их еще звать. И поэтому, госпожа Меркель, освободитесь, наконец-то, от этой зависимости, от военной политики США. И постарайтесь по возможности совместно с Францией сделать так, чтобы Европа отказалась от обострения конфликта». Стоит отметить, что какие-то публичные попытки выйти из-под крыла Вашингтона Меркель предпринимала. Как-то она даже выступила с заявлением, что США должны вернуть золотой запас Германии, хранящиеся в американских банках, обратно. Однако США не пошли на встречу.